Здравствуйте, мальчики и девочки! В одном из своих прошлых видео я обозревал Е50 на карте Заполярье и показал, как на нем можно играть в снайпера, правильно работать через кусты, переезжать с фланга на фланг и помогать огнем, отрабатывать цели на дальней дистанции и так далее. В общем, игра в таком стиле хороша, но сейчас я хочу вам показать немножко другой стиль игры на данном танке, а именно пуш, то есть соло-раш через вражеский фланг к базе с повальным аннигилированием всех врагов. В прошлом видео я охарактеризовал Е50 как быструю ПТ с башней, разжиревшую до 9-го уровня слагер, я от своих слов не отказываюсь, но я забыл упомянуть один важный момент, это очень и очень неплохую броню танка. То есть, конечно, броня у нас не как у 54, но после патча 0.7.0 с улучшением брони, с увеличением полигонов и так далее, броня у нас стала еще намного лучше, чем была. И теперь она реально представляет серьезную трудность для пушек 7-го и 8-го уровня. И сейчас я вам это продемонстрирую. То есть до патча меня, в принципе, более-менее хорошо брали пушки 7-го уровня, это Т-29, это ИС-1 и Тигр-1, или Тигр-П. И более чем уверенно брали пушки 8-го уровня. Это Т-32, КТ, ИС-3, Пантера 2 и так далее. То есть сейчас я вам продемонстрирую, что после патча, конечно, ситуация намного улучшилась, мне стало в этом плане полегче. Ну и, соответственно, всем тем вам, у кого есть такой же танк. Карта Рыбацкая Бухта. Сетап у нас смешанный, пару арт, пара СТ-шек, пару тяжей, ничего особенного. Вот. Карта не самая, конечно, удобная для Е-50, в том плане, что нет больших открытых простреливаемых пространств, но зато с левого фланга, там, где нет города, где мельницы и все такое, тут есть очень много удобных кустов. Я собираюсь их как-то использовать в своих нуждах и за счет этого получить в бою преимущество. Так, я вижу Т-32, он сосвечивается, я пока жду его активных действий. 43-ка наша закрепляется у камня. Если он, допустим, полезет на нее, я, конечно, ей помогу, но пока что я вылазить не хочу на него. Почему не хочу? Потому что, скорее всего, на С1 и Б1 сидят вражеские силы, как обычно это бывает, и их-то много, поэтому под перекрестный огонь я вылазить не хочу. Так, подтягивается наш Тигр-2, это хорошо. Надеюсь, что если он затанкует, то есть вытанкует каких-то первых пару выстрелов, я прямо за ним выйду, выкачусь и при движении ко второму камню успею навалять Т-32. Так, вот же, как я и говорил, светится сила врага, светится Пантера-Петра-Пантера-Втара, я накидываю с 400 метров второй, никаких проблем попасть в клюв маленький не составило. Так, Т-34 не светится, я перестаю на нее агриться, и аккуратненько-аккуратненько простреливаю Пантеру-Первую. В это время наша СТ-шка на А7 прорывается, как вы видите, и уничтожает вражескую арту практически всю. Молодец! Это была, видимо, 5-4. Да, это она. Она безумствует там, а я стараюсь нагибать тут. Так, я аккуратно подъезжаю к следующим кустам, 43-ка умирает в это время, тигр в трое тоже умирает, как олень. Собственно, я смотрю, что до трупа тигра 44 метра, поэтому я надеюсь, что Т-32 меня не заметит. Но он замечает, значит, меньше или 50 метров до него, и он меня рентгеном замечает. Сам я фейлю, я попадаю в краешек трупа, к сожалению. Я боялся попасть в Т-32 к гуслю, и сам себя немножко обхитрил. Так, Пантеру первую добивают. Танкует Ягд Пандера наша, и, собственно, я иду в раж. Я не обращаю больше внимания на Т-32, его разберут и без меня, я еду дальше. Так, впереди светится Пантера, вторая половиненная, где-то там вдалеке Т-29. К сожалению, я не попадаю в Т-32 на автоприцеле, помешала кочка. Так, вот я подъезжаю. Так, попадаю в Пантеру вторую. Видимо, она там не одна, судя по двум трассерам. Тут проходит какой-то совершенно непонятный дамаг двести с чем-то, поэтому я ее не убиваю с одного выстрела. Она не пробивает у меня в маску пушку, и я ее добиваю. Так, в это время я вижу Т-29 и КВ-3. КВ-3 все-таки немножко глюпый-глюпый и молодой, поэтому я на него манить обращаю и начинаю пушить Т-29. Так, Т-29 топовый меня не пробивает, это хорошо. ВЛД удар держит. Так, я продолжаю танковать. Еще один выстрел. Еще одно непробитие. маникую, что мне нужна помощь, прошу рту. На наших кустодрочеров на J1 я не особенно надеюсь, хотя КВ-3 они и догрызли. Еще один Т-29. Срывает на гусеницу, получает дамаг. Так, теперь что я делаю? Я разгоняюсь, стреляю и врезаюсь в Т-29. Обратите внимание, я не просто врезался в танк вражеский. Я, во-первых, а, сбил ему гуслю, то есть обезвижил на некоторый отрезок времени, б, я нанес ему урон своим тараном и оставил ХП ровно для одного выстрела. То есть, я сэкономил себе драгоценные секунды, во время которых я могу убить еще кого-то или спрятаться от арты или сделать какое-то другое полезное для себя действие. Этим, собственно, Е-50 и очень хороша. Она может таранить, она может наносить хороший урон, сбывать гусли и так далее. Так, остался один выстрел Т-29. Арта накрывает его. Я, если вы заметили, я дождался, пока он выйдет лбом, чтобы, не дай бог, не было рикошета или попадания в гуслю без дамага. Так. Тут где-то арта должна быть. Ага, вот и арта. Собственно, она в меня очень долго не стреляла. Возможно, это была перезарядка. Возможно, она вот стояла под самым холмом и эллипс ее сведения был очень вытянутым и она не могла прицелиться. Собственно, в любом случае это все было очень хорошо. Так, из первой получает легкую задницу из АФК. Поэтому, собственно, и ничего он мне не делает. По саду чуть-чуть не попадаю. Чуть-чуть не хватает ВБРа, чтобы попасть в леса. Так, арта накрывает из первой. Я в него на скорости, кстати, возвращал, срезаюсь, отнимаю 400 КП практически и остаток добиваю снарядом. Так, у меня 4 фрага, воина не будет, но, возможно, я успею добить 5-4. я разгоняюсь. Собственно, как вы сами видите, в этом бою меня из врагов никто не победил. Конечно, это немного удачи, но и немного мои хорошие характеристики моего танка виноваты. Так, я могу убить 5-4 выстрела, но я решаю в конце поиздеваться над ней и, собственно, забираю ее тараном. Вот и все. Так, 5 фрагов, 2300 опыта, 86 тысяч денег, практически 90. Из 20 выстрелов 16 попаданий. К сожалению, снайпера не будет. В принципе, никаких ачивок или плюшек мне не дали, но, главное не это, главное я вам показал, как можно в некоторых ситуациях танковать на Е50, то есть на среднем танке 9 уровня и выйти победителем. Конечно, в мою пользу тут сыграло то, что у противника на этом фланге конкретно не было техники 9 уровня, была только техника 7-8. Вот, повезло то, что выкосили арту, но тем не менее, если бы я не пропушил этот фланг, если бы, допустим, куда-то уехал или что-то другое, возможно, тут бы его продавили, так как Тигр-2 слился, Т-43 слился, а Як-Пантера с кем-то там еще вряд ли смогли бы удержать. Фланг в одиночку. Вот, я вам показал преимущество брони этого немецкого танка и надеюсь, вы сможете сами эти плюсы использовать и нагибать. Всем спасибо, с вами был Джов, до новых выпусков. До новых выпусков.